Уважаемый слушатель! Предмет – железнодорожные станции и узлы. Тема лекции – обеспечение безопасности движения и охраны труда на сортировочных станциях, меры по увеличению пропускной и провозной способности сортировочной станции. План лекции. Проектирование сортировочных станций. Общие понятия. В проектах новых сортировочных станций выделяют очереди развития, соответствующие размерам работы на заданные расчетные сроки, и предусматривают возможность развития станции на перспективу, чтобы забронировать территорию для увеличения числа путей в парках, расширения локомотивного хозяйства и других устройств, а также для сооружения перспективных путепроводных развязок. Для каждой очереди развития предусматривают потребное число путей в парках, обосновывают сооружения путепроводных развязок на подходах и необходимое техническое оборудование горки для намечаемых размеров работы, причем очереди развития проектируют с таким расчетом, чтобы переход к следующей очереди можно было осуществить с минимальными бросовыми работами. Это требование особенно относится к горловинам парков новых станций и к подходам главных путей. Существующие сортировочные станции предусматривают главным образом для повышения их пропускной и перерабатывающей способности в связи с ростом вагонопотоков и устранением существенных недостатков в их путевом развитии и оборудовании. Причинами переустройства могут также являться сооружения на подходах вторых главных путей, примыкание новых железнодорожных линий, введение на примыкающих к станции участках более мощных локомотивов с повышением весовых норм, составов и другие. Переустройство можно включать Увеличение числа путей в парках станции, Удлинение путей, Улучшение горловин, Переустройство горки в связи с механизацией и автоматизацией горки или добавлением путей в сортировочном парке, Укладку второго пути надвига, Устройство путепроводных развязок на подходах к станции и другие. Переустройство существующей станции, при котором изменяется ее схема, добавляются новые парки, изменяется расположение локомотивного хозяйства, называют реконструкцией станции. В отдельных случаях реконструкция может быть связана с переходом от односторонней к двусторонней станции. Работы по реконструкции существующих, как и по строительству новых сортировочных станций, обычно осуществляют в несколько очередей, рассчитанных на получение эффекта после окончания работ каждой очереди. В пределах каждой очереди обычно выделяют этапы строительных работ с таким расчетом, чтобы в меньшей степени затруднять эксплуатационную работу существующей станции в период строительства, иметь законченные циклы строительных работ по некоторым объектам, получить после каждого этапа прирост пропускной и перерабатывающей способности и обеспечить выполнение строительства в кратчайшие сроки и при минимальных затратах. При реконструкции станции для увеличения пропускной и перерабатывающей способности устраняют недостатки, имеющиеся в схеме расположения парков и развития отдельных элементов. Устраивают новые парки, приводят схему станций по возможности к одной из рациональных схем, приведенные ранее. На горочных станциях, где парк приема был расположен параллельно сортировочным, очень важно при реконструкции уложить новый предгорочный парк, последовательно сортировочным. Случаи частичного переустройства станции могут быть вызваны добавлением пути в отдельных парках, улучшением горловины профиля парков, сооружением развязок подходов, удлинением путей и другими причинами. Во всех случаях переустройства станции надо наиболее полно использовать имеющиеся капитальные устройства, сохранять без передвижек и изменения отметок основные парки, ограничиваясь перекладкой горловин и предусматривать поэтапное выполнение работ с тем, чтобы каждый этап давал увеличение пропускной способности и строительство велось без перерывов в работе станции и снижение ее пропускной и перерабатывающей способности. В состав проектов реконструкции и строительства сортировочных и других крупных станций входит проект организации строительства, в котором для каждой утвержденной очереди развития устанавливается рациональная этапность и направление производства работ, выбираются способы производства работ по их основным видам, определяется потребность в производственных ресурсах, потребность в рабочих кадрах, составляется график организации строительства со сроками выполнения работ подготовительного и основного периодов. Для сложных горловин в проекте организации строительства разрабатывают схемы переключения путей при переходе от одного этапа к другому. Уважаемый слушатель, дополнительную информацию вы можете взять из литературы, предложенной вам ранее. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok